День добрый, на связи я Мкабанский, и сегодня мы продолжим себя проходить Battle of Honor Underground, и это девятая часть, и сегодня мы с вами пройдем девятый уровень, первый уровень третьей миссии. Под прикрытием накрытием. В результате фашистских действий нацисты объявили о крупных археологических раскопках на греческом острове Крит. К сожалению, немцы не раскапывают, а уничтожают бесценные раскопки и реликвии, которые обнаружены там. Нацистам удалось обнаружить пласт, который начинается с античных времен. Вместо того, чтобы проводить исследования, немцы оставляют в виде доказательства свастику на стенах древних построек. Но реально на эту фашистскую пропаганду никто не обращает внимания. Раскопщики также одновременно устанавливают довольно мощные артиллерийские установки, которые будут приведены в боевую готовность по первому сигналу. Мы не можем этого позволить, особенно на этом разрушительном этапе войны. Эти орудия очень хорошо укреплены, поскольку они расположены в историческом месте, то об ударе с воздуха не может быть речи. Поэтому мы отправляем вас туда. Так же, как и в Касабланке, у вас будет прикрытие, как у иностранного корреспондента, работающего на пропаганду. Ваша миссия разобраться детально в ситуации и воспрепятствовать дальнейшему разрушению этого места. Затем найдите местоположение артиллерийской установки и выведите их из строя. Вы отправляетесь на крит на борту итальянского тралли. Вам нужно быть в доке завтра рано утром. Счастливого пути. Ну опять нам предлагают играть по стелсу, но мы будем играть не по стелсу. Ну потому что игра такого требует. Ну ладно. Это наша фотография, ну наша героиня, за которую мы играем. Так, история. Страница первая. Отдельная работа в Африке. После хождения по горячим пустынным пескам для тебя созрело новое задание. Я только хочу, чтобы ты знал все обстоятельства. Ты отправляешься на остров Крит. Туда было отправлено много оружия и мне жаль, что мы не можем с тобой отправить кого-то еще. Однако мы отправляем тебя. Мы подкупили одного капитана небольшого судна и он согласился аспортировать тебя в порт города Ираклион. Так как этот город оккупирован, то нам кажется, что тебе лучше всего занять позицию секретом укрытия артиллерии. Проложи себе путь в город и раскрой базу. Угу. Так. Ах, еще кое-что. Говорят, что немцы хотят заключить договор с наемниками, но обе стороны друг друга недолюбливают. Возможно, что получится их поссорить. Если так, то держись подальше от линии огня. И если тебе повезет, то проблема разрешится сама собой. Угу. Окей. Разберемся. Ну, мы всегда разбираемся в этом. Нет какого-то секрета или подвоха. По-другому-то мы и не можем. Угу. Опять фотик. Пистолет и фотик. Взять пропуск, взять пропуск. Взять археолога пропа. Пропуск археолога, наверное. Фотографировать карту. Найти расписание. Угу. Эта дверь не открывается. Спозируешь? Всегда это весело выглядит, как они так являются. Упс. Не знаю, что произошло. Он упал. Он просто упал. Да, веселый карикатурист. И один здесь, чувак, да? У меня патронки так швят. Ой, а кто его убил? Тут какой-то труп валяет свой патрон. Я лучше это заберу себе. Так, это крупный. Кто-то. Так, теперь надо бы открыть эти ящики. Но я боюсь, пяти патронов не хватит, чтобы их открыть. Патронов нам бы сейчас тут не помешали. А, окей. Они легко так ломаются. Патроны лишними не бывают. Угу. О да, пресс лазит по закоулкам. Почему бы и нет? А, привет, чувак. Ай, панам? А что с вами бы не так? Так. Там контрабандисты воюют как раз таки. Ну, пусть воюют. А зачем все еще залез? ХЗ? Ну, сюда можно было залезть, я залез. Аргумент. Наверное, ради этого, да? О, патронов СМГ. Ну, мне сейчас не нужен. Но иметь в виду будем. Чисто. А это бандиты. Вроде как. Ну, контрабандисты, наемники, короче говоря. Так, патрончики. Понятно. Обожаю тактику, когда два чудика мочат друг друга. Ты приходишь, всех убиваешь. Точнее, то, что осталось от них. Ну, да. Хороший тень. Так, стоп. Откуда? Там же никого не было. Ай. Че таки, видишь? Значит, я что-то путаю. Мы пришли не отсюда, разве? Ну, вообще-то мы пришли отсюда. Нет, мы пришли отсюда. А. Тогда ладно, да. Тогда все правильно, а то я думаю, что. Откуда они делись? Вроде никого не было, и сразу, хопа. Это дверь не открывается. Да ладно. Она сильно уделяется на местном фоне. Ну, халявные патроны. Пистолетов, конечно, нет, но... Щито поделаешь. Пистолетов, конечно, нет. Опа. Пока он на нас не напал. Ладно, я тут не при делах. Да хватит бегать. Это все. Так, молодая бумажка. Может, типа, журналист. Подожди, он сказал. Так, у вас больше, значит, вас мочим. Там что, мельница? Да. Выглядит очень странно, но это мельница. Топовая дуэль. Че ты сюда побежал? А, он убил его. Это, конечно, не мури нарушено, но вертушка очень странная. Там даже оси нет, она просто в воздухе грузится. Ну ладно. Ай, сзади? Ээээ, так не пойдет. Что с вами? Полежь, полежь, меня можешь убить. Он не убить, я хоп и снять. Какое-то необходимое. Ужное. А! Че тут происходит? Какая-то невероятная дверь. А, ну это... Угу. Раунда Пистол. А, у тебя пыли нет. А ты труп. А, это он. Угу. Нам осталось тут только... Еще одну штучку взять. Взять археологопропа. Фотографировать карту и найти расписание. В общем, еще тут поработать надо. Так, с пистолетом проблем нет. С патронами. Угу. Вроде как все. А, ну мы оттуда, кстати, пришли. Вот это та самая идея была. Угу. Что они на английском говорят? Вот расписание, да? Расписание есть. Вещевой грузовик. А, откуда он может прийти? Наверное. Что взять? Че. Не нравится, не есть звуки. Сам такой. А, ну это вы. Развлекаетесь. Еще тут нет. Только очень странной кровати. У меня заболеет, когда они так ходят. Снять карту. Взяли хиллок пропа. Топ, конец. То, что нужно было. Угу. Карту сняли. И бумажку показали. Угу. Кто так умный? Че вы такие умные? Так, хпшки нет, нигде? Может быть, у него будет? М-м-м. Ладно, нет хпшки, но и нет. Нет, нет хпшки. Какая сурвен, зачем здесь ставить хпшку? Хотя, подождите, там ящик. Нет патроны. Ладно, грузовик, грузовик. Все. На пути к победе. Надеюсь, максимальный рейтинг. Да, в принципе, тут нет оснований дать не максимальный рейтинг. Все задания выполнены, никого не пропустили. Ну да, идет история. Рейтинг отлично. Три звезды из трех. Цель достигнута 6 из 6. Выстрел 10-24. Попадание 108. Пистолет с глушительным и любимым оружием. Взметка 48%. Попадание у нас 31. Объект выничтожен 10. Врагов убито 48. В голову 26. Попадание в левую руку 15. В правую 13. Тело 37. В левую ногу 4. В правую 6. По шарам 7. Оценка стрельбы. Дегауле Бладар. Чтобы это, мать его, не значило. Ну ладно. Нас это устраивает. Сохранить игру. Слот 1. Чтение. Перезаписать. Угу. Все. Сегодня мы с вами прошли 9 уровень. Первый уровень третьей миссии. Начали миссию на Кипре или на Крите. Где мы миссии делали? В общем, на греческом острове. Ну ладно, не суть важна. И в итоге... Хотя что значит не суть важна? Сейчас скажу вам. На острове Крит. На Крите мы начали операцию. И в итоге собрали важную информацию. Получили все пропуска. Ну и помочили попутно наемников и немцев. Ослабив противника в секторе. На связи был Иван Кабаски. Мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. На нашем старом добром консервативном канале. Всем пока.